После достаточно широкого социального резонанса в виде серии митингов и акций протеста, которые прошли в России из-за введения новых поборов в сфере грузоперевозок, любые изменения налогообложения в отрасли вызывают опасения и в нашей стране. Ведь плата за дороги особого энтузиазма не вызывает ни у кого. Эстония пока не ввела плату за пользование дорогами для тяжелого транспорта, в то время как в некоторых европейских странах владельцы даже легковых машин в случае, если у них прицеп, обязаны уплатить дополнительный налог. Ведь именно большегрузный транспорт наносит основной ущерб дорогам. Исходя из этой европейской логики, наше правительство решило частично финансировать строительство дорог за счет оплаты их использования тяжелыми грузовиками. Министерство экономики в течение этого года обязано разработать соответствующий проект. Этот закон исходит исключительно из директивы Евросоюза, которая предусматривает, что все перевозчики равны перед законом вне зависимости от страны, где они базируются. Существуют определенные лимиты, которые зависят только от полной массы и расстояния между колесными осями. Действительно, с точки зрения обывателя, ситуация на первый взгляд не несет существенных рисков для потребителей. Однако у профессиональных участников рынка коммерческих перевозок она вызывает определенное беспокойство. Кабинет министров ознакомился с экспертизой влияния этой меры на экономику. Аналитики считают, что если такой налог распространить на машины весом в 12 тонн, а полученные деньги направить в дорожное строительство, то наш ВВП только выиграет. Конечно, стоит учитывать опыт многих развитых европейских стран, но он показывает, что программы взимания оплаты за пользование дорогами должны являться лишь дополнительным элементом в процессе их строительства и эксплуатации. У нас же причиной стало во многом отсутствие достаточных средств, которые необходимы для развития транспортной инфраструктуры. То есть, если ремонтировать дороги в стране мы еще можем, то для строительства нужно попросту искать деньги, которых в казне нет. Тем более, что подоспела печальная новость о том, что уже начиная с 2020 года Евросоюз намеревается существенно урезать средства, выделяемые на обслуживание наших дорог. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.